Хочу узнать, куда следующим делом вы направляете Wake Experience Camp? А у нас новогодние праздники и в Финляндии, курорт Рука, там мы будем кататься на склонах, а главное в парке. Это уже снова Experience? Да, все наверно. Затем у нас Казахстан, флирайд в конце января и на февральские и мартовские праздники это будут в Сочи или Альпы еще, пока, к сожалению, не решили. В ближайшее время определимся, вывесим анонс. По предыдущим двум уже анонсы висят. Майские праздники проведем традиционно уже в Турции. Удобное время, комфортное для тренировок и проведения массового кэмпа. Летом это будет в 3.12. Нет, летом у нас будет мощный тур по Литве, то есть мы планируем заскочить в Wake Way и в 3.13. Вот, там будет тепло. Сами будут готовиться к Wake Дуэли и плюс потренируем в Туртом Парк. Это начало июня, там где праздник у нас 12-е. 12-е июня, да. Ну, в середину июня. Ну, еще обязательно посетим Крым. Крым, да, наверное, сентябрь. И традиционно в ноябре мы вернемся сюда, потому что это лучшее место, где можно комфортно тренироваться, получать удовольствие и просто отдыхать. А уже завтра мы отправляемся на Бали и у нас будет серф-экспириенс. Все три направления. Сноуборд, вейкборд, серф. Все в рамках лагеря. Ребят, максимальная загрузка вейк-экспириенса как таковую. То есть вы везете 50-60 человек, либо у вас есть лимит какой-то. На разные направления, скажем так, на разные места, разные лимиты и, соответственно, разные по объему темпы. Здесь в Толанде у нас самый массовый, из года в год. И, собственно, это очевидно, потому что это лучшее место. Вы еще проводите соревнования. Почему вы это делаете в конце вашего кемпа, именно в Пукет-вейк-парке? Вы что-то делаете, веселите и еще умудряетесь награждать. Чем вы их награждаете еще? У нас куча партнеров, которые поддерживают наши кемпы. Собственно, один из них это... Крейдзиллер. Крейдзиллер. Да, потом бренд сноамбордической одежды Кулзон, который с недавнего времени делает еще клевые пончо. Так что они нас тоже поддерживают. И фотографируют Дженни в лыжных ботинках регулярно. Да, периодически такое тоже происходит. Соревнования нужны для того, чтобы показать, насколько ребята чему-то научились, улучшили свой уровень катания. И плюс соревновательный дух, он всегда заставляет человека двигаться дальше. То есть это такое, как двигатель прогресса. Поэтому вот соревнования, ребята участвуют, выигрывают, побеждают, чему-то учатся. Макс сегодня в презентажке о себе сказал, я не женат. Хорошо, что нужно сделать, чтобы тебя женить? Приехать в Вейк Экспириенс и покорить твое сердце или что? Давай пожелимся на первый канал, я планирую поехать. Ребят, поедите к нему. Моя жена – это доска для Вейка. После массажа мистера Чу. Да, мистера Чу, кстати, даже я видела. Да уж, мистера Чу. У нас, кстати, сегодня была особая номинация. Человек, который сделал самый кривой зич, должен отправиться к мистеру Чу на масляный массаж за счет кемпа. У нас есть такие бонусы. Расскажи, пожалуйста, что такое мистер Чу, потому что мы все видели, как кто-то напевал и сел в песенку в сторис про это. Я скажу так, мистер Чу, про него невозможно рассказать, его можно только прожить. Ребят, в следующем году, когда вы приедете на Пухет в том же составе, вы познакомитесь с легендарным мистером Чу, который делает незабываемый массаж. Итак, следующий ваш кэмп на Бали. Да, мы продолжаем. У нас данный кэмп, это часть в Таиланде, часть на Бали. И, собственно, для того, чтобы более интересно и активно провести свой отпуск для тех, кто хочет путешествовать. И, собственно, отсюда, из Таиланда достаточно близко и не так дорого получается. Ребят, вы сказали, что у вас много спонсоров. Кто они? Во-первых, это наш партнер, это Пикет Вейк Парк, который обеспечивает нам отличное место для катания, тренировок, отличное размещение, где убирается в номере каждый день. Наш партнер это Пулзон, отличная питерская компания, которая шьет качественное, интересное снаряжение. Они поддерживают нас, и, собственно, мы поддерживаем их. Я считаю, что это трудотворное сотрудничество. В том числе и с поддержкой на этом кэмпе. Это Крэйди Сильвер, подвесочка, которую вы видели на Маше. Ну и, собственно, все. Ребят, если вы хотите присоединиться к Вейк Экспириенсу и приедете в следующем ноябре к нам, вы должны написать этим четырем парням. На самом деле, вот я хотел от себя добавить пару слов. У нас очень много внимания уделяется именно продакшену. Вы можете зайти в группу ВКонтакте, можете подписаться в Инстаграм. Очень много видео, фото и репортажей с кэмпа. Чтобы погрузиться в атмосферу, произойдите в сеть. А там уже и объяснять ничего не надо. Каждый увидит то, что он хочет увидеть. Например, мистер Чу, мистер Чу, я тебя не хочу, мистер Чу. Ну и так было. Ребят, до новых встреч. Спасибо большое. Респект вам.